Павел Лакийчук, военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21 века». Павел, здравствуйте, вы в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Павел, итак, сегодня российские оккупационные войска празднуют День моряка-надводника, говорят о величии своего морского флота, но при этом не особо говорят о потерях, которые понесли за время полномасштабного вторжения в Украину. О потерях в технике мы еще поговорим. Давайте сейчас о живой силе. Итак, последние данные, которые мне попались в открытом доступе, все, что есть в открытых источниках. В марте этого года в Севастополе отдельное количество людей вспоминало погибших российских моряков. Шла речь о 12 погибших, которых не стало в ходе боевых действий в порту Бердянска. Это моряки трех десантных кораблей Саратов, Новочеркасск и Цезарь Куников. О потерях на крейсере Москва очень мало информации. Разные источники дают тоже разную информацию. Но на борту могло находиться до 500 человек. Павел, как вы считаете, как много российских моряков погибло, учитывая те потери судов, которые понесла Российская Федерация? Ну, если понимать, что моряки-надводники не так активно берут участие в боевых действиях, как их коллеги из морской пехоты или из армейского корпуса Черноморского флота, ну, сравнительно с ними это небольшие потери. Если не учитывать того фактора, что часто, довольно часто, и это на Черноморском флоте тоже встречается, и на Тихоокеанском флоте встречается, и на Северном, когда моряков, корабелов, хотят они того или нет, отправляют в части морской пехоты, в части береговых войск, и дальше на просторы Украины, где их ждут наши поля подсолнечника. Если этих еще добавить к ним, то это число умножится где-то как минимум на два. Что касается открытости-закрытости информации о гибели среди российских военных моряков, ну, действительно, россияне вынуждены были признать гибель своих военных на десантных кораблях в Бердянском порту в прошлом году в марте, потому что, ну, порт Бердянск только захватили, корабли стояли там, по ним прилетела ракета, было довольно неожиданно, получила большую огласку, и этих военных признали, что они были в зоне боевых действий. Когда пошла на дно крейсер Москва, ну, здесь россияне, российское командование пыталось крутить, вертеть как могло, и, собственно говоря, родственникам тех погибших российских военных, которые пошли на корм бычкам, им объясняли просто, что это несчастный случай. Крейсер не пребывал в зоне боевых действий, ну, просто он утонул, как любил говорить Владимир Путин. Поэтому многим пришлось за лаву калину, пришлось многим хорошо потрудиться, посудиться. То же самое касается и буксира Василий Бех, который был потоплен при перевозке панцирей и зенитно-ракетных комплексов на острове Змеиный. Там еще веселей, потому что экипаж вспомогательного судна Черноморского флота не считается формально военнослужащими, ну, у них просто это травма на производстве, так сказать. Собственно, сейчас показываем как раз кадры того, как был атакован этот корабль. Скажите, а эти потери, все же, которые есть среди личного состава и именно в море, они чувствительны для Российской Федерации? Таких специалистов терять? Безусловно, они чувствительны. Надо понимать, что потери в личном составе происходят не только вследствие, естественно, на полях боя, где их наши военные отстреливают или подстреливают. Ну, и потому что русские моряки поняли, что они воюют. Это не Сирия, это не Ливия. И тут могут убить и просто пытаются всеми способами убежать, увильнуть от армии. Как правило, это довольно подготовленные сверхсрочники, контрактники и даже большая часть офицеров. Сначала пытались они убежать с Черноморского флота на ТОВ, на Камчатке и во Владивостоке, как бы дальше. Но потом оказалось, что не сильно это спасает. Отток кадров очень существенный, который пытаются сдержать всеми способами. Да, Павел, вот если еще говорить, знаете, об этих потерях, хочется, наверное, подвести к той мысли, что каким бы ты ни был специалистом для российского Минобороны, для Кремля, ты все равно расходный материал. Так ведь? Ну, собственно говоря, генералы, русские генералы, они ценят только свою жизнь. Всех остальных жизней мне интересует. И давайте поговорим еще вот о каких темах. Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда заявил, что Черноморский флот Российской Федерации больше не способен к сопротивлению в западной части Черного моря и бежит из Крыма. Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Института Гудзона Люк Кофи. Статья называется «Как Украина выигрывает битву за Черное море». И Кофи также пишет, что значительная часть международного внимания после полномасштабного вторжения России в Украину прикована к жестоким боевым действиям на суше, тогда как борьба за контроль на Черном море осталась без внимания. Павел, а вы как считаете, неужели за тем, что и как происходит в Черном море, не находится в фокусе внимания других стран? Это ведь тоже невероятный опыт и показатель того, что оказывается... Не обязательно иметь собственный мощный флот, чтобы уничтожать вражеский, в данном случае российский. Ну, что касается, насколько внимательно следят за ходом боевых действий на Черном море, следят внимательно. Иногда об этом говорят, иногда не очень громко говорят. Ну, вот, например, турки буквально меньше месяца назад провели полевые испытания, ну, то есть испытания в море, удар по судну дронов «Камикадзе» во взаимодействии с воздушным беспилотником. Ну, это было испытательное такое боевое применение с целью нового оружия. И турки заявили, что это, в принципе, первый случай, когда надводные беспилотники во взаимодействии с воздушными беспилотниками поразили морскую цель. Ну, вы понимаете, что здесь они несколько кривят душой. И уже задолго до этого боевое применение морских беспилотников во взаимодействии с воздушными реализуется в МС Украины, причем весьма эффективно, топим мы вражеские корабли. И в мире меняется стратегия применения морских сил. Именно вследствие этого разрабатываются новые подобные виды оружия. А как вы считаете, Китай наблюдает сейчас плотно за этим всем событием? Конечно, наблюдает и Китай, и Иран. И многие небедные страны, и богатые, тоже с мощными военно-морскими силами, наблюдая то, как украинские несуществующие, да, как бы военно-морские силы наносят оперативное поражение российскому черноморскому флоту, с острыхом наблюдают применение новых сил и средств, понимая, что кто-то может применить и подобные по им. Потому что эти дроны, например, они очень дешевые, при этом очень эффективные. Разработаны для них достаты разработаны уже и продолжает совершенствоваться весьма эффективная тактика. Ну и естественно, кроме Украины, могут применить эту тактику, эти средства поражения и другие военно-морские силы, другие армии. И этот опыт изучают во всем мире. То есть можно предположить, что буквально, наверное, в ближайшие какие-то годы, пятилетия или десятилетия, этому будет уделено особое внимание и производство этих беспилотников где-то станет на поток? Ну оно уже становится. Вот мы говорили о Турции. Турки до российского вторжения пытались создать промышленный образец на экспорт морского беспилотника. Но после работы украинских дронов Камикадзе турки пришли к тому, что продавать нужно как раз дроны Камикадзе. Они очень похожи на наши. Да. И, кстати, используя беспилотники и ракеты собственного производства для атак на российские корабли, Украина в значительной степени подорвала военное превосходство России в Черном море. Об этом пишет The Wall Street Journal. Павел, скажите, вот по логике, кто должен отвечать за потери, которые несет Российская Федерация? Как вы считаете, какая реакция Кремля и, собственно, диктатора Путина на все события в акватории Черного моря? Летят ли там головешки, как говорят? Ну, как можно сказать. После поражения крейсера Москва и ряда неудач российского флота ДОТОГО слетел с должности командующий Черноморским флотом адмирал Осипов. Потом еще ряд поражений, в том числе удары по Севморзаводу, где уничтожена подводная лодка Большой десантный корабль. Поражение Большого десантного корабля в Новороссийске. И как вишенка на тортик это полное разрушение штаба Черноморского флота. Сейчас на Черноморском флоте работает комиссия Генерального штаба Российской Федерации. Ну, снимут ли командующего флотом в этот раз, я не знаю, потому что неизвестно, жив ли он вообще. Да, мы помним эти кадры, непонятно подлинные они или записанные заранее российскими пропагандистами, действительно. Ну, время покажет. И правда, Россия за последние пару месяцев понесла потери. Стоит еще также вспомнить подводную лодку, десантный корабль, были другие потери у берегов Новороссийска. Но мы понимаем, что весь Черноморский флот еще не уничтожен. Цели, как говорили ВМС Украины, до сих пор есть. Павел, скажите, вот если учитывать все заявления о том, что эта война может быть длительной, и рано или поздно, вероятно, Россия не досчитается еще каких-то кораблей. Как вы считаете, станет ли или не станет Эрдоган помогать Путину, нарушать конвенцию Монтрео и пропускать новые корабли российской армии в акваторию Черного моря? Дело в том, что здесь интересный вопрос, и я думаю, надо пояснить. С началом российского вторжения и широкомасштабного вторжения, и войны в Черном море России против Украины, Турция применила статью Конвенции Монтрео о том, что воюющие стороны не могут перемещать свои боевые корабли через Черноморские проливы, Пасфор и Дарданеллы. Воюющие стороны. То есть формально этот запрет касается и Украины, и России. Да, у нас нет большого флота, который можно притащить из Ленинграда или еще откуда-то, поэтому для нас это в принципе формально. Хотя, если сказать, сейчас в Британии продолжают находиться два наших минных тральщика, которые уже подготовлены, которые уже прошли учения, которые нам очень нужны. Но они продолжают находиться на британских островах, потому что через Черноморские проливы они пройти не могут. У россиян в Средиземном море огромная группировка сил была сформирована. Стояли они год, больше того. И потом потихоньку начали рассасываться по своим пунктам базирования на Тихоокеанский флот, на север, потому что поняли, что их не пропустят. В данном случае Турция играла свою роль миротворца. Мы нейтральные страны, мы посередине, и те ограничения, которые мы накладываем, они не противоречат, а дополняют перспективы Турции как миротворческого государства. И я думаю, что заинтересованность Эрдогана в этом сохраняется. И Турция будет придерживаться той же стратегии. Более того, возможны новые инициативы с турецкой стороны. Напомню, с одной стороны, турки нам тоже продают те же Байрактары, другие системы. В Турции строятся два маркета. Совершенно верно. Так что говорить, что Эрдоган на стороне Путина, это будет не совсем точно. И в Азовском и Черноморях маневрируют по-прежнему корабли, носители крылатых ракет-калибры. Но делают это все в тех зонах, как говорили в оперативном командовании ЮГ, которые считают для себя относительно безопасным. Павел, скажите, а когда эта группировка выходит на такие маневры, то как сейчас защищают свои корабли от тех же надводных дронов и дронов Sea Baby, которые есть на вооружении наших сил? В зависимости от того, какие мы средства поражения демонстрируем, такие и средства обороны применяются. Безусловно, остается актуальна противовоздушная оборона, противовоздушная оборона как индивидуальная, так и ордера кораблей, противодесантная оборона, противодиверсионная оборона, противокатерная оборона обеспечиваются тоже как, безусловно, самими кораблями, так и дополнительными средствами. После массированных атак наших морских беспилотников, россияне на выход на внешний рейд сопровождается целая такая операция, в которой участвуют средства ПДСС, в которой участвуют вертолеты и самолеты противолодочные Б-12 авиации Черноморского флота. Иногда им это удается выявить и уничтожить наши морские дроны, а иногда в холостую они работают и в результате российские корабли в море получают дырку в бок. Ну и еще о том, что может получить дырку в бок, как вы говорите, в ВМС Украины назвали законные цели во временно оккупированном Крыму. Это и в том числе судореостроительные, ремонтные заводы, которые обслуживают вражескую армию, являются частью российского военного промышленного комплекса. И, как сказал президент Украины, полный огневой контроль над Крымом – это вопрос времени. Павел, сможет ли все эти объекты Российская Федерация сейчас все же защитить? Потому что мы знаем, что у них тоже есть проблемы с ПВО, и они, насколько я знаю, перемещали ПВО с Курильских островов, писала Кода Ньюз. Помещали, было дело. Вот смотрите, сегодня ночью был нанесен удар по Аленовке, это на мысе Тараханкут, позиционный район дивизиона ПВО С-400 ночью. А уже утром, сейчас, ну точнее днем… А давайте посмотрим кадры, которые сейчас из Крыма поступают. Вот, собственно, из Севастополя пролеты ракет и дым вдалеке. Да, будьте добры, прокомментируйте. Попробуем на аэродроме в Саки, а это вот Стрелецкая бухта в Севастополе, тоже пункт базирования кораблей и судов Черноморского флота. Ну, таким образом, пытаться защититься, как красиво, они будут, но постоянно убезопасить свой флот в нашем Крыму они уже не смогут. Украинцы будут, украинские и ВМС, и наши военно-воздушные силы, и силы специальных операций, я так сказать, нашли ключик, нашли психологический ключик к этой оккупированной территории, и удары по военным объектам России в Крыму будут учащаться, будут все более эффективными, пока мы Крым не освободим. Павел, ну можно предположить, что таких объектов действительно много. Девять лет Крым был в оккупации, и Российская Федерация достаточно плотно милитаризовала этот полуостров. Ну, я скажу, что до 2014 года в Севастополе, в Феодосии, в Гвардейском, ну, в принципе, пока и все. В основном были российские пункты базирования кораблей, авиации, в Катче. Согласно договору с Украиной, невегетимному после 2017 года, и объектов Черноморского флота в Крыму было достаточно много. После 2014 года россияне хотели сделать Крым копией того Крыма, который был до 1991 года прошлого столетия. Такой себе аэродром, сплошной военный объект. И коллеги ваши из Радио Свобода и проекта Крым Реалий создали интерактивную карту военных объектов в Крыму. Кому интересно, там сейчас нанесено порядка, ну, уже до 400, там, 380 объектов. И я вам честно скажу, что это наиболее крупные. Так, если по мелочам, дойти там и до 900 наберется. Так что целей достаточно. Ну, Владимир Зеленский вспоминал недавно еще и планы Российской Федерации построить пункт постоянного базирования военно-черноморского флота Российской Федерации в Абхазии. Павел, как много времени необходимо, скажите, чтобы построить такой объект? Это ведь дело не нескольких месяцев, а, Кэть? Ну, на самом деле, там нужно две копейки, как там в анекдоте старом было, нужно две копейки и позвонить. Дело в том, что после оккупации Абхазии, это суверенная территория Грузии, в Ачемчире, в Ачемчирском порту обосновались пограничники ФСБ. Морские пограничники российские устроили там пункт базирования. Для этого в 2008-2009 году там были проведены дноуглубительные работы. Ну, там так до 9 метров вырыли канал. То есть, это пункт базирования может принимать корабли класса «Корвет-Фрегат», но немного. Два-три. Казармы для этих погранцов там подчистили. И пункт базирования, в принципе, есть. Другой вопрос, что эти пограничники российские, они там в том же пункте базирования крышуют нелегальный угольный терминал. Кстати, куда возится уголь из нашего оккупированного Донбасса? Как российские моряки будут с погранцами делить добычу, вопрос сложный. Хорошо. Вопрос еще для Украины. Есть ли опасность, если такая точка и база появятся в Ачамчире? Ну, Ачамчира точно нам ничем не грозит. Другой вопрос, как будут реагировать на это власти Грузии, которая сейчас занимает такую достаточно скользкую позицию относительно конфликта в Черном море. Проглотят ли в очередной раз российскую пилюлю наглую? Потому что независимо от того, оккупирована Ачамчира или нет, это суверенная территория Грузии. И это пункт базирования российского флота на грузинской территории. Павел, кроме того, российские оккупанты и власти планируют создать сейчас новую военно-морскую базу. Потенциальным местом для размещения ракетных кораблей может стать Ладожское озеро. Там планируют разместить малые ракетные корабли. Российские пропагандисты говорят, что такой шаг – это адекватная мера после расширения НАТО на северо-западе, потому что оттуда корабли Российской Федерации могут держать под прицелом Финляндию. Как вы оцените такой шаг и планы Кремля? – Ну, отчасти, может быть, они правы. Если они имеют в виду носители калибров, малые ракетные корабли, то калибрами они могут оттуда стрелять по Финляндию. Другой вопрос – степень готовности ПВО финляндской к уничтожению такой угрозы. Я думаю, финны к этому готовы. Но россияне тут умалчивают о другом. О том, что с вступлением Финляндии, практически Швеции, в Североатлантический альянс, у россиян нет Балтийского моря. – Балтийское море стало внутренним морем НАТО, так? – Россияне остаются закрытыми в небольшой части Финского залива возле Ленинграда, Санкт-Петербурга. И в Калининградском анклаве, вот это такая изолированная территория от основной территории Российской Федерации, с берега теперь и с моря тоже, где находится штаб флота и главная военно-морская база. Фактически Балтийский флот разделен на два анклава без возможности активно между собой взаимодействовать. Ну и еще будет теперь в Ладожске. Из Финского залива часть единичек переместят в Ладожское озеро, потому что на Балтике им будет теперь тесновато. – А вот вытеснение Российского флота из Балтийского моря, насколько это тоже сейчас правильный, выгодный, хороший шаг? И в целом само это событие, насколько оно важно для безопасности той же Европы? – Ну, посмотрите, за последние годы, полтора, после начала войны практически, на Балтике произошло два события, которые говорят все. Первое – это взрывы трубопроводов северного потока, а совсем недавно еще и взрывы на трубопроводе, соединяющих Финляндию и Эстонию. И там не только газопровод, но еще кабели интернет-связи. Некоторые пророссийские, очевидно, пророссийские источники говорят там о том, что это, ну, рассказывают сказки о том, что это американцы, о том, что это украинцы, ну, где же без украинцев, как Балтики. Это еще какие-то происки врагов, при этом все знают, где Балтийское море просматривается, все видят, куда переходят российские военные корабли, российские водолазные корабли, российские средства ПДСС и водолазов-разведчиков. В обоих этих местах они там были. И, ну, надо понимать, что вот такой российский террор на Балтике будет продолжаться, если их оттуда, ну, мягко так не попросить. Хорошо, что эти процессы уже происходят, и действительно, это перемещение также наблюдается. Павел, спасибо вам большое за вашу аналитику и за ваши ответы. Рады были видеть вас в нашем эфире. Павел Лакийчук, военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...